Позывной сотник. Вы знаете, я самый простой российский человек, русский по национальности. Я как бы принял для себя это решение, мне было тяжело. Я лишился всего в России. То есть у меня была и квартира, и машина, и более-менее там, так скажем, жизнь налаженная. Но я принял это решение, поставил на карту все, чтобы защитить Украину. И я думаю, что нам удастся в России сменить режим, и что люди там все-таки не сразу, но начнут жить по-человечески. У меня тоже был в контексте политической оппозиции вопрос, да, и в том, что вот они не поддерживают «Легион», либо поддерживают, но не заявляют об этом, да, открыто? Почему, на ваш взгляд, так происходит? И понимают ли они, опять-таки, по вашему мнению, что тот, кто объединится, да, возьмет власть, как вы говорите, сделаем витрину, да, в Голгородской области, и будут видеть, что все хорошо, а когда они уже прибегут к нам, уже будет поздно. Вот уже началась, да, война, казалось, да? Что, на ваш взгляд, должно еще произойти, чтобы вот все-таки мы поняли, что все, обратного пути уже нет? Ну, расширение войны, бомбардировки городов. Не, ну, как бы война все равно не решает. Группа «Сотников» выдвинулась, прием. Группа «Сотников» Группа «Сотников» Группа «Сотников» Группа «Сотников» Группа «Сотников» Группа «Сотников»